Вести Карачаева, Черкесия 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 Мусульман поздравили со знаменательным событием муфти Карачаева Черкесии Исмейл Хаджи Бердеев и архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Пока не дошло до Рашид Бориспиевича, все стояло на месте. Как он пришел, взялся за него. Вот сегодня мы уже в готовом здании. Красивое здание. Каждая мечеть, она красива сама по себе. И для нас это самая красивая мечеть на земле. Я радуюсь за своих братьев-мусульман, потому что сегодня вы приобретаете не только это замечательное, красивое здание, но и, как правильно здесь было отмечено, место общения, место изучения истории и традиций своего народа, место обучения. За большой вклад в развитие ислама, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение духовно-нравственных ценностей в обществе, орденом за заслуги перед Уммой первой степени награжден полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко. Орден полпреду вручил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, председатель Президиума Духовного управления мусульман Карачаевой Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев. Руководитель региона Рашид Тимрезов ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире из студии программы «Вести Карачаевой Черкесии». Этот формат общения стал традиционным и находит отклик у зрителей, которые задавали вопросы на актуальные для них темы. Телефоны прямой линии были открыты с воскресенья. В день поступало порядка 170 вопросов, примерно столько же писали люди в сообщениях в социальных сетях. Как заверил сам глава региона, абсолютно на все вопросы жителей Карачаевой Черкесии получат ответы. В числе самых актуальных тем, поднятых жителями региона, медицина, строительство социальных учреждений, дорожные и коммунальные инфраструктуры, социальная защита, транспортное сообщение, благоустройство территории и многое другое. Рашид Тимрезов заверил, что к 2025 году наша республика будет полностью газифицирована. Это значит, что каждый, даже самый отдаленный уголок Карачаевой Черкесии будет иметь доступ к голубому топливу. Нам осталось два календарных года, 23-24, будет газифицировано на 100%. Магистральные газопроводы придут во все населенные пункты, во все ущелья нашей республики. Соответствующее соглашение и план синхронизации с ПАО «Газпром» был подписан представителем правления, Алексеем Борисовичем Миллером и мною. Все, что касается социальной догазификации, конечно, после того, как магистральный газопровод будет проведен во все населенные пункты, конечно, у нас вырастает количество заявок на социальную догазификацию. Принято решение с Межрегионгазом о том, что мы делаем подвод к самому дому за счет средств Межрегионгаза Черкесии и правительство Карачаево-Черкесской республики. То есть мы на себя берем уже сам подвод к самому дому. Такое решение я его сегодня озвучиваю впервые. Мы его официально в распоряжении оформим. Это для всех заявителей по социальной догазификации. Вопрос водоснабжения также актуален для жителей районов республики. Глава республики Рашид Тимрезов назвал решение этой проблемы приоритетным. В республике реализуются различные программы, которые помогают в строительстве новых сетей и очистных сооружений. По отдаленному населенному пункту Киева-Жураки руководитель республики дал поручение главе района рассмотреть возможность включения в программу для решения вопроса в следующем году. Глава республики рассказал о том, что фермеры могут сдать мясо баранины на мясоперерабатывающий завод Домоте. Дополнительно Рашид Борисбевич поручил министру сельского хозяйства Анзору Баташеву провести работу с сельхозпроизводителями региона и рассказать им об этом подробно. Меня сейчас слышит министр сельского хозяйства республики Анзор Развиталевич. Я думаю, что он вас пригласит, сам лично с вами пообщается на эту тему. А еще вы часто выезжаете, Анзор Развиталевич, по районам, по крестьянско-фермерским хозяйствам, по личным подсобным хозяйствам, просил бы вас заехать, посмотреть. И мы в этом году опять же приурочили к столетию нашей республики, в сентябре открыли одно из крупнейших за последние годы предприятий на территории республики. Здесь я думаю, что вот такую работу с нашими сельхозтоваропроизводителями, с фермерскими хозяйствами надо обязательно провести. Опять же воспользоваться всеми имеющимися у нас возможностями и средств массовой информации, чтобы люди четко понимали, что они могут сегодня приехать в Черкесск, как мы по старинке называемый мясокомбинат, заключить договор и сдать мясо баранины по той цене. Цена, насколько я понимаю, она такая рыночная, которая должна стоить. Но это, в принципе, уже вопрос как раз вашей коммуникации между производителем, фермером и переработчиком. В ходе прямой линии поступил вопрос о транспортной доступности медицинских учреждений в отдаленных населенных пунктах республики. Рашид Темрезов поручил председателю правительства Мурату Аргунову разработать до 1 января дорожную карту с подробным анализом о транспортной доступности во всех населенных пунктах Карачаевой Черкесии и путях решения этой проблемы. Жители станицы Исправный Зеленчукского района обратились к главе с проблемой нехватки медиков. По словам станичников, на 3 населенных пункта нет медперсонала. До ближайшей больницы ехать 45 минут, а более тысячи детей не имеет возможности обратиться к педиатру. Глава региона Рашид Темрезов отметил, что ни одно медучреждение в республике закрыто не будет. Могу вас точно заверить, что ни одно медицинское учреждение, ни один стационар в республике закрыт не будет. То, что касается того вопроса, который вы озвучили по поводу нехватки медицинских кадров, на самом деле действительно эта проблема существует. Попросил бы министра здравоохранения Карачаева Черкесской республики, курирующего вице-премьера, правительства, председателя правительства взять на этот контроль и такую работу совместно с главами городов и районов провести приемы в тех населенных пунктах на месте, не в районных администрациях, где-то, а прямо на месте провести. Практически в каждом из этих населенных пунктов есть дома культуры, место, где это можно собрать актив, население и провести разрешительную работу прямо на месте. В ходе прямого эфира руководитель республики Рашид Темрезов сообщил о том, что уже подписано распоряжение о выделении единоразовой выплаты всем семи мобилизованных к Новому году в размере 20 тысяч рублей. Я подписал такое распоряжение о выделении всем семи мобилизованных добровольцев, которые ушли из нашей республики в специальную военную операцию, единоразовую выплату к Новому году по 20 тысяч рублей каждой семье. Буквально сегодня такое распоряжение мною было подписано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тем временем медицинские работники поясняют родителям, что даже при слабых симптомах ОРВИ ребенка лучше оставить дома, чтобы не стать причиной распространения болезни. Школьные классы и группы в детских садах редеют, их будут отправлять на карантин, если на больничном с соответствующим диагнозом окажутся 20% детей, комментирует информацию врач-педиатр Анна Марьясова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опасность заболевания заключается в том, что риск развития осложнений достаточно высок, особенно у детей маленького возраста или у детей, имеющих хронические заболевания. Поэтому нежелательно на ногах переносить грипп. То есть в школу отправлять детей с признаками, с насморком, с кашлем, с небольшой, может быть, температурой. То есть мама думает, что температура 37 – это ничего страшного, и пусть идет в школу. Нет, таких деток лучше подержать дома, лучше полечить, обратиться к врачу, то есть начать лечение вовремя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Школьники Карачаевой Черкесии смогут увидеть второй сезон профориентационного сериала «Билет в будущее». Он рассказывает о людях, чья профессия стала делом жизни и путем становления личности. Первый сезон, показ которого проходит в регионах России с сентября этого года, посмотрели более 5 миллионов школьников. 24 героя из 13 городов поделились уникальными историями своего успеха в профессии и рассказали зрителям о том, как посадить самолет в экстремальных условиях, какие технологии используются в современной восстановительной медицине, при помощи какого устройства можно увидеть строение атома, что сделать, чтобы твой бизнес был успешным и многое другое. Отличительной особенностью сериала стало то, что в кадре не актеры, а реальные люди – наши современники. В центрах образования «Точка роста», функционирующих на базе общеобразовательных организаций, завершился фестиваль «Добиться успеха в профессии» с участием представителей реального сектора экономики, которые представили свою историю профессионального развития. Цель подобных мероприятий – профориентационная деятельность среди обучающихся. Более 1200 жителей Карачаевой Черкесии состоят на учете в Республиканском наркологическом диспансере. Такие цифры озвучили в Управлении наркоконтроля по Карачаевой Черкесии во время брифинга для региональных СМИ, главной темой которого стало правовое воспитание молодежи. Комментирует информацию старший оперополномоченный по особо важным делам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаевой Черкесии Анжелика Сафиевулина. Длинная доля преступлений, совершаемых, то, что я цифры озвучила, за 10 месяцев было зарегистрировано 510 преступлений в сфере незаконного оборота, совершается людьми до 39 лет, конечно. Из 1207 людей, которые зарегистрированы и состоят на наркологическом учете, 577 – это люди от 18 до 39 лет. И наркопотребителями, конечно, являются, чаще всего это молодые люди. За 10 месяцев текущего года нами выявлено ссылок на интернет-ресурсы 1104 ссылки, которые были направлены в Роскомнадзор для блокировки этих сайтов, которые предлагают или рассказывают о способах изготовления, употребления и распространения наркотических средств. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Карачаевой Черкесии задержали жителей села Важного Узигутинского района по подозрению в вымогательстве денежных средств. Оперативниками установлено, что 28-летний мужчина под предлогом покровительства бизнесу вымогал 500 тысяч рублей у 26-летнего предпринимателя из станицы Зеленчукской. Злоумышленник также угрожал бизнесмену физической расправой, в результате чего потерпевший обратился к сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Минобороны страны организовала доставку почтовых отправлений военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Для этого к воинским частям прикрепили подразделения Фельдвигерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации. Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или военных комиссариатах по месту призыва. Комментирует информацию военный комиссар Республики Сергей Белобородов. На сегодняшний день мобильная связь в районах специальной военной операции, сами знаете, что работает неустойчиво, но иногда это даже небезопасно для самих военнослужащих. Поэтому Министерство обороны определил порядок доставки почтовых писем, бандероли и посылок. Теперь родственники могут направить письма, бандероли весом до 2 кг и посылки до 10 кг через отделение «Почта России», почтовый индекс. Он у всех будет одинаковый. 103, 400, далее Москва-400 и номер воинской части. Для того, чтобы узнать адрес военнослужащего, родственникам и близким необходимо прибыть в военный консилиат и подать заявку. Сотрудники военкомата вам выдадут номер воинской части, где проходят службы гражданин республики. Информация этого строго консенсуальна, поэтому выдаваться будет не всем, а только близким родственникам. В Москве завершился Всероссийский съезд учителей родных языков, в котором принимали участие заведующий кафедрой Кабардино-Черкесского и Абазинского языков, Республиканского института повышения квалификации работников образования Белял Хасароков и учителя родных языков и литератур Ида Дахчукова, Зурида Бабайджан и Назифа Джишаева. Участники мероприятия обсудили стратегические задачи преподавания родных языков на современном этапе. Рассмотрены вопросы реализации государственной, образовательной и языковой политики страны. Домбай вошел в число лучших туристических направлений для зимних каникул у россиян. Данные представил сервис по поиску высокооплачиваемой работы «Суперджоб». В открытом опросе приняли участие более полутора тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны. 10% предпочли в начале января пребывать в Сочи, по 2% голосов набрали Домбай и Ставрополье. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 8. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 6 градусов. Субтитры предоставил DimaTorzok Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент? Ну-ну, и чего ты ответил? А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед. Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят. Так, на чем мы остановились? Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским Союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!